Загзак, Япония, нельзя позволять России корректировать историю ЕС против коммунистической системы Митяэдзаки Загзак, Япония 20 ноября 2019 года Нельзя позволять правительству России, которое возглавляет президент Владимир Путин, оправдывать агрессию Такое заявление содержится в резолюции Европарламента о важности европейской памяти для будущего Европы Которая была принята 19 сентября 2019 года В 80-ю годовщину начала Второй мировой войны Складывается впечатление, что в Европе всю ответственность за войну обычно возлагают на нацистскую Германию Однако на самом деле там также жестко высказываются против коммунизма Изначально движение в направлении формирования Европейского союза, ЕС, возникло для того, чтобы защитить свободу и демократии От двух тоталитарных стран, нацистской Германии и коммунистического СССР В вышеуказанной резолюции отмечается, европейская интеграция с самого начала была ответом на страдания, причиненные двумя мировыми войнами и нацистской тиранией Которая привела к Холокосту и возникновению тоталитарных и недемократических коммунистических режимов в странах Центральной и Восточной Европы А также поиском средств для преодоления глубоких разногласий и враждебности в Европе на основе сотрудничества и интеграции Для прекращения войны обеспечения демократии в Европе Следовательно, важно сохранить в памяти преступления двух тоталитарных режимов, нацистской Германии и коммунизма Соответственно отмечается, в то время как память о жертвах тоталитарных режимов, признании и повышении осведомленности об общем европейском наследии преступлений Совершенных коммунистическими, нацистскими и другими диктатурами Имеет жизненно важное значение для единства Европы и ее народа А также для повышения устойчивости Европы к современным внешним угрозам Итак, почему же сейчас поставили вопрос о преступлениях СССР и коммунизма? Дело в том, что нынешнее правительство России пытается оправдать преступления СССР и коммунистической системы Несмотря на то, что 24 декабря 1989 года съезд народных депутатов СССР осудил подписание пакта Молотова-Риббентропа в дополнение к другим соглашениям Заключенным с нацистской Германией, российские власти отрицали ответственность за это соглашение И его последствия в августе 2019 года и в настоящее время продвигают мнение о том, что Польша, страны Балтии и Запад являются истинными зачинщиками Второй мировой войны Соответственно в резолюции говорится, призывает все государство члены СДА четкую и принципиальную оценку преступлениям и актам агрессии, совершенным тоталитарными коммунистическими режимами и нацистским режимам В этой резолюции от членов ЕС требуют следующее Мы глубоко обеспокоены усилиями нынешнего российского руководства по искажению исторических фактов и обелением преступлений, совершенных советским тоталитарным режимом И считаем их опасным компонентом информационной войны против демократической Европы, направленной на разделение Европы И поэтому призываем комиссию решительно противодействовать этим усилиям Японии также необходимо сотрудничать с ЕС, чтобы укрепить международное мнение по поводу возврата северных территорий, незаконно оккупированных Россией Материалы на СМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции на СМИ Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!